Плавки и панамку, а впору было собирать сумку с вещами для изолятора. Пока еще действующий министр лесного комплекса Иркутской области закован в наручники и под конвоем. Бойцы ФСБ задержали Сергея Шеверду в аэропорту Шереметьево, сняли с рейса в Сочи. Вместо отпуска отправят по этапу в Иркутск. Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном заказнике регионального значения Туколань, Казачинско-Ленского района Иркутской области. Квартал 302. Везде брошены древесины. По версии следователей, министр и несколько его подчиненных подмахнули бумаги на фальшивую санитарную вырубку. По документам, под топор шел сухостое деревья, пострадавшее от пожаров. На деле уничтожали здоровый лес. Масштаб бедствия можно оценить с высоты птичьего полета. Вместо 120 гектаров тайги теперь голое поле. Ущерб государству 748 миллионов рублей. Экосистеме Туколани почти невосполнимой. А ведь лесорубы планировали выкосить в 4 раза больше полтысячи гектаров. В феврале в изолятор уже отправили заместителя Шеверды Алексея Туги. Иркутский министр тогда ощутимо занервничал. Здоровую древесину, может быть, и рубят лесхозы. Может, она и попадается. Не исключено, мы рубим 2 миллиона кубометров. Человеческий фактор не исключает того, что где-то есть нарушения со стороны министерства, со стороны людей. Шеверда стал фигурантом уголовного дела еще прошлой осенью. Но кресло управляется при этом, осталось за ним. Как это могло произойти, самого чиновника спросил мой коллега, журналист Борис Соболь. Вот странная вещь. При опросе так называемых черных лесорубов, вот этих диких бригад, которые якобы работают сами по себе, да, многие говорят, что работают на Шеверду. Это не на вас случайно? Ну я не могу сейчас ничего объяснить. Следствие идет. Они все установят. Мои подчиненные, мою вину все установят. Все установят. С этим министр и был таков. Но в одном он оказался прав. Следователи все установили. На самом деле ущерб может быть еще больше. Чиновники Министерства лесного комплекса Иркутской области имеют в регионе такие широкие полномочия, что не только определяют, где кому и что можно рубить, но и сами решают, прошли ли эти вырубки с нарушениями. При этом в одной из самых богатых на древесину областей России чиновники до сих пор нашли время оценить и задокументировать состояние только 10% тайги. Данные об остальной территории устарели даже не на годы, на десятилетия. В итоге санитары леса без устали машут топорами, а подсчитать урон бюджету и экологии невозможно. Такая ситуация, конечно, не может обеспечивать объективность при управлении лесной отраслью, а также создает множество коллизий. Так, например, 8 мая 2019 года в арбитражном суде Иркутской области рассматривалось дело, где Министерство лесного комплекса было одновременно истцом и ответчиком по делу. К этому моменту Шеверду уже доставили в Иркутск, где в ближайшее время ему предъявят официальное обвинение. Правоохранители будут настаивать, чтобы суда чиновник дожидался в следственном изоляторе.